Единый государственный экзамен. Вот так он выглядел еще год назад, когда слова пандемия, самоизоляция, социальная дистанция не звучали повсеместно. 2020-й принес новые испытания не только школьникам, но и всей системе образования. Мы сегодня с вами говорим о безопасности везде и по поводу доставки детей, и по поводу нахождения в пункте приема экзамена, и уже непосредственно в аудитории. Мы должны соблюсти санитарное расстояние, то есть метр на свежем воздухе, когда запускаем детей в пункт приема экзамена. Что там? Опять же, коврик, который пропитан дезинфицирующим средством, дезинфицируем подошвы, дальше идет термометрия. Кроме того, в учебных заведениях, в которых будут проводить экзамен, должны быть маски, перчатки, дезинфицирующие средства для всех участников процесса. Нам в этом году с масками особо помогли наши профтехобразования. Они сшили 4000 масок, которые мы обеспечим наших организаторов в пункте приема экзамена. По заверению Натальи Полосиной, в резерве масок достаточно. Под вопросом была возможность приобретения дезинфицирующего средства, но и эту проблему удалось решить. Правда, не без помощи. Накануне в краевую столицу Избийска поступила большая партия раствора для дезинфекции рук. Средства предоставил депутат Государственной Думы Александр Прокопьев. В этом году единые госэкзамены будут серьезным испытанием. Мы беспокоимся и об оценках наших выпускников, и о безопасности. Краевое министерство образования обратилось ко мне с просьбой помочь школам Алтайского края. Я передал 15 тысяч флаконов антисептика. Их развезут во все школы, где будут проходить экзамены. Этого количества, заверили нас в министерстве, хватит на все школы и на все экзамены. Использовать его для дезинфекции рук будут школьники и педагоги. Будет обрабатываться при входе в пункт, непосредственно это первый раз. Затем будет обрабатываться при входе в аудиторию, потому что прошел ребенок некоторое расстояние. В ближайшие дни антисептик развезут по всем школам края, где будут проходить экзамены. Первый пробный ЕГЭ, который и покажет готовность системы образования, пройдет уже 29 июня. Илья Кочетков, Алексей Фризин. День с толком. День с толком.